Каждый день миллионы людей делают вид, что ходят на работу или заняты какими-то другими важными делами. Но на самом деле каждую секунду все просто ищут любви. Меня зовут Никита Колесников, и я хотел рассказать вам свою историю любви, обычную и абсолютно фантастическую. А сейчас звезда нашего клуба Ники, он же Никита Колесников. Встречаем! Спасибо, привет, привет, привет. У меня было сложное детство, грустное, как молдавская продавщица на окраине Кишинева. И чтобы как-то скрыться от этой чудовищной реальности, я придумал себе Бобби. Я как-то смотрел телевизор, вдруг увидел Роберта Де Ниро, и я как-то так подумал, блин, это крутой чувак. Его все боятся? Его на хрен все боятся? Я подумал, я хочу быть как Бобби. И я помню, это был шестой класс, я пришел домой, и выходит мама, говорит, ты какую оценку получил по химии? И я такой, что, мать твою? Ты меня на хрен сейчас спрашиваешь про эту долбаную химию? Ты меня на хрен спрашиваешь про химию? Тебе действительно интересно, что я, мать твою, получил по химии? А тебе не интересно, ел ли твой ребенок сегодня? Может быть, твой малыш, мать его на хрен устал? Вот тебе на хрен помогла твоя гребаная химия? Вот ты работаешь, маникюрщица на окраине Кишинева. Тебе помогла твоя химия? А, мать твою? А кто это там такой у нас потрепанный сидит? Тебя как зовут, детка? Афина. А что ты сделала своим родителям, что они так тебя назвали? Не знаю. Родилась. Родилась? У тебя есть парень, Афина? Нет. Слава Богу, мамма миа. Это был Никита Колесников и Боби. Спасибо. 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 Афина. Красиво. Как название какой-нибудь галактики. Я хотела быть Таней. Таня? Нет, ты явно не Таня. Что? Ты похожа на кетчуп. В каком смысле? Не знаю. Хотел, чтобы ты меня запомнила. Подумай, если скажу, что у тебя красивые глаза, тебя стошнит. Тебе же все это говорят. Чем занимаешься? Пытаюсь петь. Пытаешься? Как это? Открываешь рот, а звук не идет? Ну нет, в смысле я работаю на подпевках в нескольких группах. Ну там еще в рекламе иногда, на радио. Круто. Окей, ты поешь, о чем мечтаешь? Петь. Ты же так поешь. Ну я пою чужие песни, хочу петь свои. Они есть? Да дофига, девать некуда. Кто-нибудь слышал? Да, шампунь. Шампунь? Ну, я пою пока только в душе. Спасаю мир от лишней информации. Шампунь, круто. Надо расширять аудиторию. Слушай, давай сменим тему, ладно? Нет, правда, мне кажется, новая земфира. Какой-то у тебя отчаянный способ съемы. У тебя девушки давно ждут? Да, давно с утра, но не в этом дело. Я правда так считаю? Я не фанатка быстрого секса. Фух, слава богу. Ой, это сердце отвлекло. Я тоже вот так не могу сразу в постель. Надо с мамой познакомить там, узнать поближе. Слушай, чё ты куришь? Поделись со мной, чтоб я с тобой на одной волне была. А ты ещё не на ней? Переезжай ко мне жить. Сегодня. Или у тебя план на вечер. Чё ты такой быстрый? Чё ты такая медленная, как интернет девяносто восьмого года? Ну, хочешь, я дам тебе свой номер, куда-нибудь сходим на днях. Нет, так не пойдёт. Почему? Так не годится. А в чём проблема? Да в том, что это полная чушь. Почему парни всё должны придумывать? Это не только мне надо. Нет, я не собираюсь тут сидеть и придумывать всякие уловки, чтоб тебя соблазнить. Всё и так понятно. С нас уже час как искры сыпятся. Но нет, я должен тебя водить в кино. Я должен тебя водить. Куда вас там ещё водят? Выгуливать, короче. Ты чё, таксишь, чтоб тебя выгуливать? Нет, так не пойдёт. Я не собираюсь проводить бессонные ночи в ожидании твоего звонка. Кто-то должен положить всей этой хере конец. Слушай, а давай куда-нибудь завтра сходим? Всё. Поздно. Чао. Таня. Эй! Эй? Откуда ты знаешь, что я эй? Только мама меня так звала? Это что, типа семейные ссоры? Мы вообще-то только познакомились. А мне кажется, я тебя знаю уже тысячу лет. Вынь магниты с трусов. Что? Вынь магниты с трусов, а то это неприлично, вдруг дети зайдут. Нет у меня никакого магнита в трусах. Смотри, нас притягивай друг к другу. Я ничего не делаю, меня к тебе тянет. Что ты хочешь? Вот это да. Что ты хочешь? Вынь магниты с трусов. Что ты хочешь? Я хочу петь с тобой в душ. Я только что рассталась с парнем. Отлично, значит тебе не с кем петь в душ. Эй! Мне пофиг, что ты там про меня подумал. Ну, имей в виду, я... Я могу тебя разочаровать. Я не люблю врать и подстраиваться. Отлично. Только вынь магниты с трусов. А то я сейчас нахрен разорву это платье, на тебе это будет только начало. Эта великая сила миллионы лет притягивает мужчин и женщин друг к другу. В тот вечер это случилось с нами. Это было невероятно. Но эта история не о том, как мы жили долго и счастливо. Это совсем другая история. Кирилл сериалов What can I do? What can I do? Колесников, иди в жопу! Как видите, у нас все получилось. Наша мечта сбылась, и мы стали настоящей парой. Но только в этот раз это была не просто обычная плановая ссора. Десять минут назад Афина сказала, что уходит от меня. Капучино для Никиты готов. Ты кого-то встретила? Нет. Да. Где? На танцах. В нашем клубе. А танцую тебе вместе? Да, танцую. Зашибись. Сколько раз? Нисколько. Два. Два раза? Я просто решила сжечь мосты. Ты чё, партизан, что ли? Подпольщица? Мосты сжигать? Чё ты несёшь? Ты меня не слышишь уже давно. Ты меня не слышишь, и при том уже давно. Повторю. Видишь? Кто он? Его зовут Лёша. Лёшка? Здорово. Вместе танцуем, но вообще он стоматолог. Стоп, 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 стоп. Ты от меня ушла к стоматологу? Ты издеваешься? Ты же знаешь, что я их с детства ненавижу. Помнишь, я тебе рассказывал, как один из этих мудаков мне два здоровых зуба по пьяни выдрал? Да, я его... А потом протащился домой, с коробкой конфет, мол, извините, с кем не бывает. Никит, ты расстроен, рассказал мне эту историю. Не перебивай меня. Дело не в нем. Они все мудаки. Дело не в нем. Не перебивай меня. Ты не могла учиться к стоматологу. Не перебивай меня. Дело не в нем. Не перебивай меня. Я ничего тебе не буду объяснять. По кочану. Давай добавлю сахарочку. Чё-то не попало мне в чашку. Давай, ещё добавлю. Может, у меня лучше у самой получится? Да нет, что ты. Я же джентль. Это же мужское дело добавлять сахар. В самый раз. Капучино для Никиты готов. Что это? Мне кажется, это ключи. Возьми, пожалуйста. Не свою, брех нахрен. В свою долбанную сумочку. Не уходи от меня. Я изменюсь. Я тебе обещаю. Я поменялся. У меня, по-моему, глаза другого цвета. Нет? Что происходит с моими руками? Ух ты, да. Они удлиняются. Что с моим голосом? Голос стал солидным, да? У меня такой голос банковского служащего. Толкмарда чужая? Дорогая, приезжай скорее. О, милый мой, я не до после тяжёлого рабочего дня. Я так устала. Я хочу удопиться в твоих объятиях. Ну, приезжай, родная, дорогая моя. Я приготовил фондю в нашем доме, который я взял в кредит под ипотеку. Любимая, я открыл бутылочку того чудного французского Лешатэмармон 87-го года. Приезжай скорее. Видишь, я поменялся. Я другой человек. Смешно. Запиши, пригодится. Неделя. Одна неделя. И я тебя верну. Вряд ли. Я тебя верну. Ты вообще меня не слышишь. Капучино для Никиты готов. Слышу я, слышу я, я всё слышу. И тебя я слышу. И этого, сука, Борису слышу. Всё я слышу. Всё я слышу. Субтитры создавал DimaTorzok Когда от тебя уходит девушка, первая мысль, естественно, покончить с собой. Ну, там, броситься под машину. Но в тот день все было против меня. Да. Дмитрий, ты где? У тебя выход через час. Я не могу. Охренел, что ли? Почему? Пытаюсь покончить с собой. Жду, пока пробка рассосется. Хорош, гнать. Переезжаю уже. У меня так давно не было секса, что я чувствую себя библиотекой. Старой советской библиотекой, в которую давно уже никто не ходит. Эй, чувак, абонемент в библиотеку не нужен? Да не, я со своей. Вот так всегда. Я вот подумала. Привет. Может, ты начнешь из-за чего-то развести? Так, ты после Вали и это. Видишь, там Крылов пришел. Походу, набирают людей на новое шоу. И? Библиотеку. Так что давай, Миша. Ты пошел. А для меня ушла девушка сегодня к стоматологу. Вся, целиком. Я ей говорю, ну оставь хотя бы ногу. Или руку. С твоей рукой суррогатной матерью мы могли бы даже иметь детей. Нет, не могу, меня мой парень неправильно поймет. Я говорю, ну хорошо, тогда оставь мне хоть что-нибудь. Ну ты можешь оставить тебе черепашку. Твою мать, черепашку. Все, я завязываю с девчонками. Мужики, все, которые сядут в этом зале. Поставьте такой эксперимент. Она, значит, снимает трусы и все такое. А ты такой, подожди, подожди, ты что, я не могу так сразу? Надо сначала тебя с мамой познакомить. И знать тебя поближе. Да, пусть телки тоже понервничают. Ой, увижу я, когда мы досмотрим фильм или нет. Да. А что, им секс не нужен? Нужен. Почему сиськи надо заслужить, а член всегда даром? Почему член всегда идет автоматом? Да, да, я вас спрашиваю, почему член всегда автоматом? Это дискриминация. Пусть телки понервничают. Увижу я члена и нет, когда я досмотрю фильм. Пусть телки тоже погодут на нашем месте. Хочешь член, гони подарки. Сколько они за корпоратив хотят? Это смешно. Это смешно. Если хочешь вернуть свою телку, иди в телек. В общем, жду тебя под знаменами сатаны. Не тормози. Ты опять меня сатаной назвал милой? Что такое, тихо? Да нет, конечно. Телек! Пойдем, мне скучно уже. Я не поняла, что ты сказал. Не парься, через неделю забудешь. Да, уже забыл. Привет тебе, это Афина. Я вам обязательно перезвоню. Чувак, это мой телефон. Подними, пожалуйста. Я после операции. Я маме звоню. Почему? 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 А, как же больно. Сходите кто-нибудь в аптеку, купите какой-нибудь хрень от этой хрени. Чувак, единственное лекарство от женщины, это секс с двумя женщинами. Или хотя бы с одной женщиной. Ну, или хотя бы с Валей. Мы же друзья. Все, я пошел. Субтитры создавал DimaTorzok Без нее наша квартира вдруг стала чужой и холодной, как номер в отеле. В голове по кругу звучал ее голос. Но я никак не мог понять, что она имеет в виду. Хочу сказать тебе одну фразу. Она меня сильно раздражает, никогда не думала, что я ее скажу. Но я хочу, чтобы мы с тобой были друзьями. Друзьями? Это как? Будем вместе в спортбар ходить? Девчонок обсуждать? А потом мне приснился самый страшный сон в моей жизни. Никит, мне нужно с тобой поговорить. Ты уже достаточно взрослый и все поймешь. Помнишь утренник на прошлой неделе? Я кое-кого там встретила. Я встретила там одного мальчика. Ты понимаешь, но я больше не твоя мама. Я ухожу к другому мальчику. Вернее, это тебе придется уйти. Почему? Малыш, потому что это моя квартира. Ты понимаешь, дело не в тебе совсем. Дело во мне. Ты слишком хороший мальчик для меня. Слишком хороший. Смотри, а вот это не твоя бывшая дама? А, да. Никак отпустить не может. Слоняется за мной повсюду. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! КОНЕЦ 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 Валера, у меня не пятьсот рук, чтобы я все успевал. Чего тебе? А, планеты в спине. Три коробки. Три коробки? Угу. Ты бухой, что ли? Не-не-не, я инвалид. По линии трудоустройства инвалидов курьером работает. А, инвалид. Парень, извини, я... Ты сам донесешь? Да. А что случилось-то? Трагедия. В детстве. Выползет святого этажа. А как выжил? В бетон-мешалку приземлился. Она, наверное, с домом стояла. Трагедия. 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 Прости, я не смог выбраться вчера к тебе. Пришлось с сестрой сидеть. Афина ушла. Эти сука. Еще раз так скажешь про мою девушку? Я тебе башку снесу. Привет, это Афина. Я обязательно вам перезвоню. Сука, сука! Свяжись, термальная водичка. Клиентка забыла. Клиентка забыла. Здорово, Ватя. Желаете что-нибудь? Желаете что-нибудь? Кружечек на память, подушечку, принтик нет? Что вам, пупсики? Что-нибудь на память. У нас вот тут есть фотография. Я вот думаю, на кружечке напечатать или на часах. Я даже не знаю, а как будет романтичнее? Что посоветуете? А что я вам посоветую? Ну да, как специалист. Как специалист, я советую тебе ее в жопу послать. Она тебя кинет. Я с ней жил. Ты его знаешь? Я первый раз его вижу. Ну не с ними, а с одной из них. Они у меня все на одно лицо, как китайцы. Как вы там называете? Ватя, как они там называются? Ну вот эти в юбках. Шотландцы? Да нет, не шотландцы. А, телки. Точно, телки. Давайте я вам что-нибудь посоветую. Принт на подушечке. Популярнейшая позиция. Романтичное фото на подушке. Хит продаж. Она когда тебя чувак кинет, тебе эта подушка, ох, как пригодится. Под души подрочишь. Слушай, успокойся. Вы не обижайтесь на него. У него вся семья в автокатастрофе погибла. Переживает. Ну тогда понятно. Конечно, понятно. Они на его новой машине поехали. Он на нее целый год копил. Представляете, какое потрясение? Что-нибудь заказывать будете? Психи, блин. А ты его точно не знаешь? Точно. Вот этого. Точно. Точно? Да точно. Магазин цветочный. Ты спала с ним, что ли? Спала. С ним, с ним. Так что у тебя там случилось? Короче, поможешь вырвать Афин из лап этого бутака? Куда я денусь? Найдешь его координаты? Не вопрос. Как его зовут? Леха Ярцев. Готово. Он как раз сегодня работает. Скину ладость тебе на телефон. Так быстро? Что за приложение? Мозг. Круто. И какой у тебя план? В жопу была. Ха-ха-ха. Скину ладость. Эээээээ. Это CBS 2. Готово. Шерк Две бутылки брюка, жду тебя в десять. Так, что у нас тут? Мне сказали, вы у нас с острой бурью. Так, посмотрим. Хамыша, а что, не шпурак? Что вы сказали? Отвали! Понятное дело, что болит, терпите! Отвали, я сказал! Тебе конец. Я вызову охрану! Не успеешь. Пьяный! Да, я пьяный. Как она могла запасть на тебя? Ты же какой-то старик. Ну, очки немного старят. А так, все на меня западают. Говорят, что я похож на Вуди Алина. У меня харизма. Нет у тебя никакой харизмы. Откуда вы знаете? Вы же не женщина. Конец тебе, Ярцев. Короче, это был не Ярцев. Старик его подменял. Ярцев же два дня на работу не уходит. Понятно. Трахаются без прерыва. Но давай посмотрим на это с позитивной стороны. И в чем она? Чем больше они трахаются, тем быстрее она поймет, что ты круче. Ты же круче. Я, конечно, не знаю, но от тебя такая энергия исходит, что я бы никогда к стоматологу от тебя не ушел. Может, правда? Станьте с ней друзьями. Вдруг получится. Мы же с тобой не спим. И у нас все в порядке. Вадик. Да, прости. В почту попал? Да. Фигня какая-то. О нем ни слова. Фоток нет. Точно. Она его выдумала. Нафига? Проучить меня хотела. Я мудак был в последнее время. Бил ее? Да нет, лайтовый мудак. Ах ты. Да. Завези меня хотела. Завела, завела. Ты о чем? Нет никакого стоматолога. Ты его выдумала, чтобы меня проучить. А как ты меня вычислил? Ну, я же тебя знаю. Ты у меня такая выдумщица. Здорово. Я очень рада, что ты догадался. Какой адрес? Когда машину вызывать? Так я сама вызову. Только у Леши спрошу сейчас. Леша? Ой, ты знаешь, он меня не отпустил. Так что пока. Ой, Леша. Какой Леша? Нет никакого Леши. Его не существует. Нету Леши? Тогда через пять минут зайди на мою страницу. Урод какой-то. На педофила похож. Когда у нас зарплата? Через два дня. А что? Киллера хочу нанять. Ну, это дорого. А что делать, Вадя? Клин клином вышибают. Ну, где эта твоя чикса бродит? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я секси? Да, ты мега секси. Как Мэрилин Монро. Нет, круче. Как Брэд Питт. Правда? Эй, а у ребят, что-то происходит? Хорошую романтику разводить. Прости. Лан Джеймс Кэмерон. Оси зеленый фон. Пойдем кино снимать. Работаем. Ты уверен, что это прокатит? У нас, по-моему, искры нет. Искру на компе добавим. Субтитры сделал DimaTorzok И еще разок. Еще раз. Конечно. Да ладно. А попробуем теперь покошачьи со всеми разговаривать, а? Офигенно, да? Серьезно? А можно сейчас знать всем... Да, Леша. Алло? СМСочки. Да, Леша. Хорошо, я сейчас пишусь. Добрый вечер, дорогие зрители и спортсмены. Мы рады приветствовать всех на нашем турнире по латиноамериканской программе. Итак, все номера на паркете. И для начала разминки нам не хватает только ваших аплодисментов. Добрый вечер. Сколько вам лет сюда? Тридцать девять. Тридцать девять? Да. А я думал, вы одному году с Леонтьевым? Нет, не совсем. Разница в возрасте не смущает? Вы как вчера проводите? Патефончик слушаете? Никита, дай нам выступить спокойно. Мы готовились три месяца суток. Я, кстати, Валя. Но все называют меня Валей. Да, почему Валей? Да, потому что я в постели, как Рома. Валентина, к чему скрывать свои таланты? А, вы меня неправильно поняли. Я просто вообще не могу остановиться. Фигачу, фигачу. Как робот. Так что кусай локти, дура. Швабра. Ну, знаете, у нас так все внезапно вспыхнуло. Никита, а почему бы вам сегодня просто не поддержать Афину? Она три месяца готовилась к этому турниру. А потом сядем и вместе выпьем по-дружески. А, а чем ты ее зацепил? Небось сказал, что твой любимый фильм «Грязные танцы» и этого достаточно. А что, отличный фильм. Я тебе ее не отдам. Как-то не тактично выражаться так при вашей дании. Ты что, не видишь, это все тупой развод и все? Видела я ваши фотки сегодня. Понравилось? Полная лажа. Вадик сфотографировал вас на синим заднике, вот и все. А потом поставил фаны. Задник зеленый был. На таком аватаре снимали. Да, это Валя. Мы с ней по клубам вместе выступаем. Она тоже комик. Я Валя, тоже комик. У нас и ничего не было. Просто тебя хотел позлить. Мне все равно. Нет, тебе не все равно. Мне все равно? Нет, тебе не все равно. Ты испугалась. Чего? Того, что может меня потерять. Я по глазам вижу, испугалась. Колесников, угомонись. Я сама ушла. Иди ты в жопу. И не буду я за вас сегодня болеть. Вот не ушла бы от меня, тогда болел бы. И все было бы хорошо. А так? Ладно, оставайся с ним. Но когда ты охренеешь по сотому разу грязные танцы смотреть, не зови меня. Я тебя спасать не буду. Молодец, Колесников. Все сделал для того, чтобы я к тебе вернулась. И не наезжай на грязные танцы. Ты, между прочим, их со мной ни разу не посмотрел. А это вот так смотрел? Нет, правда, грязные танцы, отличный фильм. Мне он всегда нравился. Ну и рожа у тебя, Ярцев, как плазменный телек. Хер запомнишь. Пойдем, Балли. Мы снимаемся с соревнований. Мы, кстати, первые выступаем. Давай, соберись. Тихо. Осторожно. Нет. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Да, я с детства ненавижу стоматологов. Когда тот пьяный мужик выдрал мне два здоровых зуба, я сидел, ждал маму, совершенно один, весь в крови, и мечтал превратиться в робота. Роботы классные. Они не плачут, не страдают, они ничего не чувствуют, и никто не может причинить им боль. Быть роботом круче, чем человеком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот мне снова невероятно больно. И я мечтаю стать роботом и ничего не чувствовать. Но мне больше не восемь лет. И в этот раз стоматолог просто так не отделается. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Смотри, следующий удар нанесем в ресторане «Мечта». У него корпоратив, типа пять лет клиники. Я уже заказал столик на твое имя. Скоро все узнают о темной стране Лехи Ярцева. Веди себя как стоматолог, смешайся с толпой и наслаждайся агонией своего врага. Это что, Роберт Де Ниро? Да, меня зовут Бой. И знаешь, что я сделаю? Я проломлю хлебец этому стоматологу, потом я проломлю ему бошку и остатки скормлю собакам. Я 35 лет в этом бизнесе, я 35 лет мочу стоматологов. И ни один стоматолог не ушел от Бойби. Ну ты что, понял план? Ресторан «Мечта» и все такое? Да понял, я понял. Братан. Ты сейчас взял и кинул в меня картошкой фри. Да, я прямо сейчас взял и кинул в тебя картошкой фри. Вот взял и кинул в меня картошкой фри. Вот прямо и взял и кинул в тебя картошкой фри. Мать твою, ты кинул в меня картошкой фри. Святая Мадонна, я прямо в тебя кинул этой долбанной нахрен картошкой фри. А, Мадонна, ты кинул в меня картошкой фри? Да, картошкой фри я прямо в тебя кинул. Да, я кинул прямо в него картошкой фри. Картошкой фри? Это долбанной картошкой фри. Долбанной картошкой фри? Да, и ты знаешь, что я сейчас собираюсь сделать? Что? Вот эту салфеточку я собираюсь кинуть в тебя. Ты кинул, мать твою, в меня салфеточкой? Да, я кинул этой долбанной нахрен салфеточкой прямо в тебя. Кинул в меня этой долбаной салфеточкой! Да, вот этой долбаной салфеточкой я кину в тебя. Вот сейчас взял и кинул в меня салфеточкой. О! Как он так играет? Вообще непонятно. Ты актёр нашёл? Нашёл, нашёл. Бороду сейчас будем мерить или когда? Какую бороду? Ну, давайте, ну, давайте за нас, за наш дружный коллектив. Никита? Ваня. А где актёр? Я актёр. Ты актёр? Ну да, не парься, я всё сделаю. Ты чего, глаза подвёл? Ну да, и ноги побрил. Я живой, бродя. Стильно, да? По-моему, мы с ума сходим, как солдаты в Ираке. Всё, пора сворачивать операцию. Пожалуйста, возьмите. Ничего не получится. Я просил на эти актёра. Да я... Я просил на эти актёра. Я сказал, я всё сделаю, слышишь? Я это сделал. Сделай, актёра. Я же такой актёр. Идиот. Слышь, я нормальный актёр, понял? Я же тебе сказал, что я всё сделаю. Я репетировал, успокойся. Ты можешь мне хоть раз в жизни довериться? Послушай, я уже пять лет в принтах завязаю. А ведь хотел на Пиксаре работать. Историю грушек делать. Мулаток трахать, как этот, как его Гоген. Много чего хотел. А в итоге? Сердечки на кружках штампую каждый день. Мне уже 32. Секонд-хенд. От тебя вон крутая тёлка ушла. А я два года уже с морской свинкой живу. Мы с ней телек вместе смотрим. У меня и рыбки есть. Неделю назад купил. Все советуют собаку. Но если я её сведу, так я же её трахаю. Потому что мне пипец, как одиноко. Поэтому никаких крупных животных, чувак. Мне заводить нельзя. Я не знаю, когда всё это началось. И как из этого выпутаться. Поэтому дай мне хотя бы сегодня прогнать по полной. Верь в меня, пожалуйста. Ты же мой единственный друг. Не считай свинки. Я просто хочу завтра проснуться и сказать себе. Вадик, что это была за хрень вчера? Ну ты отжёг, мужик. Я сейчас пойду и надеру жопу этому стоматологу. Я люблю тебя. Прости меня за всё. Я иногда такой мудак. Ну ты же лайтовый мудак. И ты мой друг. Ладно, хватит обниматься. Я пошёл. А ты мне пока Оскар по интернату закажи. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне очень нравится ваша борода. Она ваша. Не буду вам мешать. Минуточку внимания, господа стоматологи. Господа стоматологи, у меня есть Тос. Я знаю Лёшку очень давно. Когда мы познакомились? Это было на южной жаркой дискотеке. Безумные времена. Мы были так молоды. Так свободны. Помнишь, Лёшка, помнишь майку? Ну ту нелепую, но милую майку с Фредди Меркури, которую я тебе подарил. Всё ещё спешеней? Я помню, Лёшка лежал у меня на плечах и вдруг заплакал и говорит. Знаешь, Вадик, я совсем не чувствую женщин. Они для меня как камни. Красивые, но холодные. Они как суши. Не понимаю, о чём речь. Я их ем, их все едят, но я абсолютно ничего не чувствую. Совсем ничего. Помнишь, Лёшка? Сейчас очень сложные времена. Времена, когда нам всем... Ой, Лёшка. Да, о чём это я? Сегодня очень сложные времена. Пардон, Вадим. Очень сложные. Очень сложные времена. Здравствуйте. Здрасте. Легко понять волнение Вадима, потому что сегодня мы живём во времена масок и ложной морали. Но я желаю, Лёшка, чтобы в твоём сердце никогда не погас маячок. Маячок надежды вновь обрести свою истинную любовь. Алёшенька, а ты помнишь те трусики-стринги, что я подарил тебе на 23 февраля? Такая взящная модель. Ажен-провокатор. Или как ты очаровательно говорил, агент-провокатор. Твою грубую провинциальность я всегда находил столь очаровательной и возбуждающей. Ты так здорово сегодня говоришь. Кстати, Лёш, а стринги они на тебе сейчас? Боюсь, нет, Вадим. Я думаю, что Лёшка променял у Диснейленда мужской любви на скучную жизнь в Северной Корее гетеросексуальной фальше. Хотя в любую секунду могу подняться над своим страхом и с гордостью сказать «И я гей!» Я гей, я не стыжусь этого, как не стыдится птица того, что умеет летать. Потому что это природа, это наше естество, это наша жизнь. Это такие, каким нас сделал он там. И последнее. Я знаю, ты хороший человек и понимаю, что поступаешь с Рафиной несправедливо. Ведь она для тебя не больше, чем морская свинка. Так, забавная зверюшка, которая тебе помогает избежать тоски по истинным чувствам. Отпусти её. Дай ей быть тем, кого она по-настоящему любит. Какого чёрта вы всё это устроили, Вадик? А не узнал. Я же в образе. В каком нахрен образе? Этот придурок тебя подговорил? Я не понимаю, о чём ты, деточка. Друзья мои, я должен признаться, что этих людей я впервые вижу. И на мне сейчас не стринге, я могу показать. Друзья, Лёшка, смелый быть собой, не стесняйся. Сними свою бродёнку. Лёшка. Тихо, тихо, тихо. Я тебе зубную щётку принёс. Засунь себе её в задницу, я купила себе новую. А он тебе не говорил, что он гей? Он не гей. А откуда ты знаешь? Да потому что я с ним сплю, Никита. Вот нахрен ты мне сейчас всё это сказала. А нахрен ты всё это устроил? Угомонись, Никита. Жизнь продолжается. Земля круглая, небо голубое, а я больше не твоя девушка. Ты понял меня, эй? Эй, не называй меня эй, ясно? Я тебе больше не эй. У нас всё хорошо, Лёшенька, у нас всё хорошо. Ты смотри на место, Ладон. Я тебя насквозь вижу. На, заверю свою щётку. Отдай! Отдай, Аня! Отдай щётку! Отдай мою зубную щётку! Отдай нахрен мою зубную щётку! Отдай! Отдай мою щётку! Хрен тебе дам эту щётку, потому что ты ко мне вернёшься. Да, ты ко мне вернёшься, я не отпущу тебя к этому мудаку. Это хрень только нас хватит, а когда ты ко мне вернёшься? Эта щёточка уже будет тебя дожидаться. Не надо менять в правах! Утите нас! Тихо! Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дыши сам Дыши сам Дыши сам У тебя и получится Дыши сам У тебя и получится ДумаTorzok 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 Чтобы я был твоим другом. Да, конечно. Тогда я хочу, чтобы ты мне сделала официальное предложение. Как? Открой глаза. Делай официальное предложение. Что это? Это кольца. Это сушка, Никита. Это кольца, Афина. Ну хорошо, что я должна с ними делать? Что обычно делают с кольцами? Я должна сделать предложение. Да. Вообще, предложение обычно делают мужчины. Блин, это не обручальные кольца, балда. Хорошо. Это кольца дружбы. Будь моим другом. Имя, фамилия. Никита Колесников. Дебил, будь моим другом. И в горе и в радости. Да. И пока смерть нас не разлучит. О, да. И стриптиз по скайпу. Раз в неделю. Ну все, ну если так, то... Все, 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 все. Я Никита Колесников. Беру в друзья. Афину Гордееву. И клянусь, служить ей верой и правдой, в горе и счастье, пока нас смерть, типа, там не разлучит. Ты, мать твою, сожрала кольцо дружбы. Ты совсем охренела? Ау. Никита, плюнь, не съешь зуб. Плюнь. Э, ну-ка, стоять. Что происходит? Это что за тип? Он что, твой любовник, что ли? Я ее друг. Эй, чудил, ты только что мою женщину лапал. Я все видел. Из-за тебя на дебилов. Это правда. Вообще, полотенце, это тебе. Иди умойся, и будем смотреть мой любимый фильм. Какой? Нет, давай челюсти, блин. Пожалуйста. Ой, так хочется челюсти посмотреть. Отлично ведь, правда? Твою же. Налево. Твою, 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 твою. Субтитры сделал DimaTorzok Да. Хорошо, хорошо, я понял. Понял, Ергольвина, понял. Все, буду через полчаса. Субтитры сделал DimaTorzok Да, все ищут любви, но при этом боятся ее найти. Страшно привязаться к кому-то, а потом его потерять. Но расставание – это часть жизни. Это планета расставаний. Странно, почему нас с детства этому не учат. Нафига тебе таблица умножения, если тебе говорят, прости, теперь мы друзья. Я хочу тебя отпустить, малыш. Хочу стать тебе другом. Но я не знаю, как. Я с детства к утренникам готовился. А жизнь на утренник совсем не похожа. Да, химия – это круто. Научиться расставаться намного важнее. Как насчет уроков расставаний? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Пойду к маме. Давно у нее не был. Привет передавай. Блин. Я пальто у стоматолога забыл. Ты что, в футболке одной? Угу. Давайте свитер принесу. Нет, у меня есть свитер. То есть свитшот. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это ты, значит, за материнским советом пришел? Услышать, что время лечит. Да нет. Просто тебя хотел увидеть. Вот и правильно. Потому что ничего страшного не случилось. Я знаю, мам. Ушла девочка. И молодец. А что тянуть-то, если время пришло? А кто этот? Я новую хожу. Стоматолог. И шприц какая еще пригодится. Уже пригодилась. Ну вот я же говорю. Ешь давай. Ешь так. Как будто никогда ничего вкуснее в жизни не ел. Мама. Ой. Это так вкусно. Ой, как плохо играешь. Завернешь? Ой. И как тебя только на телевидение пустили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Люблю читать. Дима Торзок Сегодня вечером, как и весь ближайший месяц, я собирался напиться и проклинать судьбу. Но вдруг мои планы резко изменились. Ты можешь быть счастливым, как мелодия этой песни, из глубин подсознания. В ней нет грусти, в ней нет смерти. Окей, ты поешь, а что не мечтаешь? Петь. Ты же так поешь. Ну, я пою чужие песни, я хочу петь свои. Кто-нибудь слышу? Ну, я пою пока только в душе. Надо расширять аудиторию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Круто, что зашла группа «Кетчуп» как раз ищет вокалистку. Это моя песня. Откуда вы ее знаете? В ком у тебя погрузили и мозг просканировали. Какая разница, ты хочешь петь свою группу или нет? Смотри, мы майки сделали. Кетчуп. Если боишься, вот, шапочка для душа. Не так страшно будет. Как ты достал меня, колесник! Нет, 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 нет. Надень, не бойся. Не так страшно будет. Представь, что мы в гигантской ванной, и здесь никого. Эй, мы все еще можем сделать это. Записать твои песни. Выходи из душа. Пора расширять аудиторию. Кстати, у группы «Кетчуп» сольник через месяц. Играем? Нет. Да? Нет. Отлично, договорились. Ты можешь быть счастливым, даже если я наркоманка, даже если я алкоголичка, даже если я нимфоманка. Ты можешь быть счастливым, если войду в автобус голый. Надену на голову глобус, залью квартиру Кока-Колой. Я не убийца, я не маньячка. Ты просто будь счастливым со мной или без меня. Может, возможно, аж изобреничка, ты просто будь счастливым ради себя. Ради себя. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Но проходит совсем немного времени И мы сами их ищем Эти грабли Дима Тorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok